В чем отличие Рождества Иисуса Христа от нашего дня рождения? Есть ли отличие Рождества Иисуса Христа от дня рождения каждого из нас? Есть много общего. Мы одинаково пришли в этот мир, но есть и существенные отличия. Одно существенное отличие – я почти уверен, что никто из присутствующих в зале не родился, как Иисус Христос, в месте, где находились животные. Я уверен, что абсолютное большинство присутствующих в зале родились в совершенно других условиях. Господь молил себя и родился вот в таком месте, где были, где находились животные, потому что им, его семье, не нашлось места в гостинице. Но я хочу обратить наше внимание еще на одно огромное отличие, братья и сестры. Понимаете, никто из нас не принимал решение, чтобы родиться. Правда, это произошло помимо нашей воли и помимо нашего желания. Это было решено кем-то за нас. И это даже, я бы сказал, не родители. То есть рождение каждого из нас в этот мир – это, в общем-то, удивительное чудо, и это Божий замысел. Но вот Иисус Христос, в отличие от нас, Он принимал решение родиться в этот мир. Он принял решение, что Он придет на землю. И вот, знаете, я выбрал из Священного Писания ряд текстов – это слова самого Иисуса Христа. Если мы рассмотрим Новый Завет несколько шире, возьмем послание, то мы найдем еще целый ряд текстов. Но я выбрал слова непосредственно самого Иисуса Христа, в которых Он говорит, для чего Он идет в этот мир, или для чего Он пришел в этот мир. То есть, когда Христос был еще на небе, и по-человечески мы можем сказать так, что было определенное совещание во Святой Троице, и на этом совещании были приняты решения, или был принят план, для чего Христос приходит на землю. И когда Господь уходил с земли, сказано, что Он совершил все, для чего пришел. Итак, для чего же Христос пришел в мир? Или что такое Рождество? Мы не сможем рассмотреть все эти пункты, я выписал их десять, но думаю, что несколько мы сможем рассмотреть. И первое, на что я хочу обратить внимание, Рождество – это посещение, притом на короткое время, нашего мира Богом. В Евангелии от Иоанна, в 16 главе, в 28 стихе, мы читаем следующие слова. «Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Вот очень интересно сказал Господь, в принципе, я думаю, что Он сказал то, что Он прекрасно понимал. Он был до того, как Он родился в эту жизнь, и Он будет после того, как Он уйдет с этой земли. Но людям, которые соприкасались с Ним, это утверждение было совершенно непонятно. И нужно сказать, что и на сегодняшний день вот этот вопрос остается для очень многих людей непонятным. Как это так? Помните, когда Господь беседовал с книжниками, фарисеями, в один момент Он сказал такие слова? «Прежде нежели был Авраам, я есть». Тогда, по-моему, написано. «Прежде нежели был Авраам, был я». И интересно, люди, которые на Него смотрели, они говорят, «Тебе нет еще и сорока лет!» «Как ты видел Авраама?» А вот тут как раз-таки вот эта мысль. Потому что Рождество Христа не было начальной точкой, от которой Христос начал быть. Ведь это было моментом воплощения или вочеловечивания Христа. А Христос находился до этого. Он был до этого. И, знаете, нужно сказать, что здесь мы касаемся такого вопроса, вопроса триединства нашего Бога. «Христос – это Бог, так же, как и Бог-Отец – это Бог, так же, как и Дух Святой – это Бог». И вот с первых буквально страниц Священного Писания мы находим много указаний, говорящих о Троице или указывающих на Троицу. Нужно сказать, что даже те, кто в оригинале знает язык Ветхого Завета, они не соглашаются с этим. И очень трудно им это уразуметь. Но, дорогие друзья, Священное Писание об этом говорит совершенно прямо. И мы читаем буквально сразу после грехопадения следующие слова. «Вот Адам стал как один из нас». О чем здесь речь, братья и сестры? Вы знаете, а это указание на Троицу. И если мы рассмотрим само слово «Элохим» – еврейское слово «Бог», Всевышний Бог, то это слово имеет множественное значение. Это не единственное число. И буквальный перевод слова «Элохим» – это «Боги». И вот, братья и сестры, Иисус Христос оставил Своего Отца и пришел в этот мир. Мы прочитали «Я ишел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Бог на короткое время посетил нашу землю. И это удивительное чудо. Это чудо, которое невозможно вот просто логически осмыслить человеческим умом. Это остается для нас непонятным. Но это факт, о котором говорит нам Священное Писание. И Библия говорит в послании к Тимофею беспрекословно, «Великое благочестие тайна Бог явился во плоти». Именно это произошло. Одно из лиц Святой Троицы приняло на себя человеческое тело для того, чтобы на короткое время побыть с нами и изменить весь ход мировой истории. Вы знаете, нужно сказать, что это очень важный момент христианской веры. И, братья и сестры, я знаю, что для многих в связи с тем, что трудно понять это, осмыслить это, это является определенной сложностью. И нужно сказать, что эта сложность не только у нас. Эта сложность была также и у апостолов. И Господь, понимая это в свое время, самому близкому кругу своих учеников, апостолов, сказал следующие слова. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте». Кто может сказать, веруйте в Меня? Вы понимаете, за что Христа распяли? Иудеи прямо сказали, не за доброе дело мы хотим тебя убить, но за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя равным Богу. И мы читаем, что Христос не почитал хищением быть равным Богу. То есть, Он не украл этот титул, Он не присвоил его себе. Он был Богом. И, в общем-то, это был один из пунктов Его обвинения, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом. Но Он не делал себя Богом, братья и сестры. Он был Богом. И во Христе соединились вот эти две природы. Божественная природа и человеческая природа. И, читая Новый Завет, мы постоянно сталкиваемся и видим проявление этих двух природ. «То Христос поступает, как человек, он плачет, он хочет кушать, он устал и спит. То Христос поступает, как Бог, только что он плакал. И, как Бог говорит, Лазарь, выйди вон. И Лазарь выходит из гроба. Христос, как человек, хочет кушать. А, как Бог, он берет небольшое количество пищи и раздает ее тысячам людей. И всем хватает. Христос, как Бог, или как человек, устал и спит. А, как Бог, он просыпается и говорит, буря и шторму, умолкни, перестань. Братья и сестры, никогда не стоит допускать в сердце свое сомнение по поводу того, что Христос – Бог. Я знаю, что многих христиан сатана искушает именно этим, что Христос – он не такой Бог, как Бог Отец. Он ниже Бога Отца. Нет-нет, это очень давний спор. И спор, который начался с первых веков. Братья и сестры, Христос не ниже Бога Отца. И когда мы читаем в Священном Писании, вот задают этот вопрос, как же не ниже? Ведь когда Он был на земле, Он говорил, что Отец больше Него. Да, говорил. Более того, Он молился к Отцу. Более того, мы можем прочитать, вот следующее, что я хотел прочитать. Я пришел не сам от себя, но истинен пославший Меня, которого вы знаете. Я знаю Его, потому что я от Него, и Он послал Меня. То есть, Отец послал Иисуса Христа. А как это понять? А в общем-то, очень просто. Христос согласился добровольно умолить Себя, братья и сестры. Он добровольно пошел на этот шаг. И позже мы читаем, Господь говорит, да нам не всякая власть на небе и на земле. А что, прежде у Него этой власти не было? Была. Но теперь Господь восходит на небо не так, как Он с неба сошел. Господь навсегда соединился с человеческим телом. И Он восходит на небо не так, как Он сошел с неба. Но Он восходит на небо, как Бога-человек. И Ему, как Бога-человеку, дана вот эта власть. И на небе, и на земле. И поэтому первое, что хотел бы сказать сегодня, да не смущается сердце наше, братья и сестры. Будем веровать в Бога Отца и будем веровать в Иисуса Христа. Это наш Бог во Святой Троице, в Которого мы верим. И Рождество – это не отправная точка бытия Христа, когда Он начал быть. Нет, нет. Христос – абсолютно вечный Бог. И Он в момент Рождества, Он только принял на Себя человеческое тело. Он воплотился, чтобы приблизиться к нам, а чтобы нас приблизить к Богу. Итак, это первое, на что я хотел бы обратить внимание. Следующее. Прочитаем еще одни слова. Это слова, которые записаны в Евангелии от Матфея, 10 глава с 34 стиха. Нужно сказать, что эти слова Христа для многих людей служат соблазном и даже преткновением в том, чтобы принять Иисуса Христа. Смотрите, что написано. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. Я немножко сокращаю этот текст. Не мир пришел Я принести, но меч. Я пришел, чтобы разделить. Вы знаете, так интересно. Когда-то я беседовал с одним очень хорошим человеком. Хорошим человеком. Человеком достаточно высокообразованным. Он начал читать Евангелие и говорит, слушай, что это за Бог у вас такой, который говорит такие слова, что Я пришел не мир принести, но меч, и что Я пришел разделить людей. Как это так? Бог должен объединять. Бог должен соединять. А Он говорит, что Я пришел разделить. Как вы объясняете эти слова, когда вам задают вопрос? Что это значит? Господь разделяет? Однозначно разделяет. А следующий вопрос. А Господь не объединяет? И еще как объединяет. Вот посмотрите, пожалуйста, в зале и подумайте, знали ли вы кого-то из тут присутствующих 25-30 лет назад? Мы большинство не знали друг друга. А как это мы смогли соединиться все вместе и на протяжении многих лет вместе идем? А как это так? Я более того скажу, я замечаю, что вот соединение во Христе, духовное соединение, оно нередко бывает гораздо прочнее, чем родственные узы между людьми. Вы не замечали этого? Порой духовное соединение в церкви людей, объединение в церкви, оно бывает гораздо прочнее, чем родственные узы. Но Господь говорит, я пришел разделить людей. И при том Он перечисляет самых близких людей. Как же это понять? А понять это, в общем-то, тоже достаточно просто. С одной стороны, Бог разделяет, Господь разделяет. С другой стороны, Господь объединяет. Как это происходит? Знаете, ведь мы же объединяемся не просто так, правда? И мы вот с людьми, с которыми встречаемся, с которыми вместе проводим время, мы не просто так с ними встречаемся. Что нас связывает? У нас чаще всего связывают какие-то общие интересы, какие-то общие занятия нас связывают. И часто эти занятия, они еще укрепляются и родственными узами. И что же случается, когда человек обращается к Иисусу Христу, когда человек становится христианином, что происходит? А я вам скажу, что происходит. У человека появляются совершенно другие чувства, у человека появляются другие интересы, и у человека появляются другие желания. И то, где ему вчера еще было хорошо и приятно находиться, то, над чем он вчера еще смеялся, а сегодня ему там находиться неприятно, и более того, его туда буквально не затянешь. Я мог бы рассказать очень много примеров. Если вчера человек ходил в какой-то бар и проводил там массу времени со своими друзьями, выпивая какие-то спиртные напитки, а сегодня он стал христианином, и он говорит, нет, нет, я туда не пойду. У меня есть один хороший друг, и он говорит, иногда встречаю своих старых знакомых, и они начинают тянуть его к былым занятиям, и говорят, братан, знаете, есть такое выражение, братан, пойдем. Он говорит, знаете, никакой не братан я вам, во-первых. Вы не братва, говорит, а ботва. А вот теперь моя братва вот тут, в моей семье, у него жена верующая, детки верующие. Вот, братья и сестры, меняются интересы, меняются желания. И это, естественно, приводит к тому, что человек не делает того, что делают другие. И более того, я вам скажу, что вы знаете, а в общем-то этот человек становится и не очень желанным в таких компаниях. И даже если это родственные компании, он приходит, и он становится, как, ну, как говорят, как заноза. С ним некомфортно, с ним неприятно, потому что само его присутствие является обличением вот таких вот дел. Разве нет? Да. И вот как работает этот механизм. Господь говорит, я пришел для того, чтобы разделить, разделить самых близких людей. И я думаю, что многие из нас замечали, что это, в общем-то, очень большое испытание для молодых верующих. Когда вдруг человек уверовал в Господа, и он понимает, что во многих вопросах он с самыми близкими своими людьми начинает отдаляться. И особенно, если это кто-то первый в семье, кто уверовал, для него бывает это очень сложно. Когда на него начинают давить и говорить, ну, как же ты, сам Господь заповедал, чтобы ты любил твоих родителей, почитал твоих родителей. А родители говорят, не ходи в церковь и Богу не молись. Как тут быть? А вот тут как раз срабатывает тот закон, о котором мы прочитали, кто любит отца или мать более, нежели меня, тот не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И я лично в своей жизни встречал людей, которые настолько вот с почтением, с уважением относились к родителям, что когда они уверовали в Господа, и возник вот этот конфликт, кого же слушать, Бога слушать, или родителей, которые говорят, не ходи в церковь и не ходи Богу молиться. Я встречал людей, кто не выдержал этого испытания, и он перестал ходить в церковь. Или она перестала ходить в церковь. И в итоге такой человек, естественно, верующим быть не может. Когда человек утешает себя, я дома буду молиться Богу, ничего из этого не получается. Здесь нужно принять решение. И одна очень важная деталь, братья и сестры, когда человек идет на поводу вот таких вот испытаний, и он принимает решение, «Я не буду ходить в церковь». Знаете, в итоге получается хуже и для него, и для тех людей, кого он слушает. И напротив, когда человек все-таки говорит, «Папа, мама, я люблю вас, но все-таки церковь я не оставлю, и Богу я буду молиться», в итоге получается лучше и этому человеку, и вот тем людям, которые, может быть, на этом этапе и отталкивают его от Бога и от церкви. Я и моя жена, мы, в общем-то, воспитывались в неверующих семьях. И вот когда у нас была свадьба, знаете, родители моей жены были еще неверующие люди. И вот, ну как, они, в общем-то, глядя на нас, они говорили, ну, во всем люди неплохие, но есть один большой недостаток – баптисты. Вот один большой недостаток. Точно так же они говорили о моей жене. Хорошая, хорошая у нас дочка, как говорят мирские люди, не шляется где-то. Ну вот один большой недостаток – баптистка. И вы знаете, вот интересно, у людей не хватает как-то вот разумения соединить, что может быть это связано, что дочка хорошая и баптистка, что это может быть как-то взаимосвязано между собой. И так продолжалось некоторое время. И вы знаете, наступил момент через несколько лет после нашей свадьбы, когда мама моей жены уверовала в Бога. Она покаялась, я прекрасно помню это служение, когда она покаялась. И сразу после покаяния она уехала к своим родственникам в Россию. Мы ее не видели несколько недель. И вот она вернулась, и я приехал к ним домой. И вот это я говорю к тому, кто возлюбит больше отца или мать, чем меня, не достоин меня. И вот моя теща, Ленина мама, она рассказывает, как чудесно она съездила в эту поездку, как Бог ей помогал, как Он заботился о ней, как она видела везде вот его руку, водительство, рассказывает с таким воодушевлением, восторгом. И вот в тот момент я тоже очень хорошо запомнил этот момент. Я говорю, мама, а помните, сколько вы сложностей и проблем создали своей дочке с тем, что она верила в Бога. И она начала плакать и говорит, очень хорошо помню, но ведь я, говорит, не понимала этих вещей. Братья и сестры, я повторюсь, Христос действительно пришел разделить. И если мы по-настоящему стали христианами во многих местах, мы не будем находиться. Многие люди от нас отвернутся. И даже, может быть, родные люди от нас отвернутся. И если мы, так сказать, поддадимся этим чувствам и пойдем у них на поводу, вы знаете, мы и себе сделаем хуже, и этим людям сделаем хуже. Но если все-таки мы устоим в вере и скажем, что мы Господа не оставим, в итоге и нам будет лучше, и этим людям будет лучше, потому что у них есть шанс уверовать в Господа. Итак, следующее значение Рождества. Христос пришел для того, чтобы разделить людей с одной стороны, а с другой стороны объединить. объединить. Я думаю, что мы не пойдем сегодня дальше, я просто перечислю еще несколько моментов, для чего Христос родился. Христос родился для того, чтобы исполнить закон. И это тоже сегодня многим непонятно, и многие пытаются соединить Ветхий Завет с Новым Заветом, и ничего из этого не получается. Христос конец закона. И он конец закона, потому что он его исполнил. Смотрите, что написано. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Христос исполнил закон. И поэтому это конец закона. Следующее. Рождество для того, чтобы Христос мог проповедовать Евангелие. Еще прочитаю слова Евангелия от Марка 1 глава 38 стих. Он говорит им, пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. Христос пришел для того, чтобы проповедовать. Следующее. Рождество для того, чтобы свидетельствовать об истине. И Христос воплощенная истина. Евангелие от Иоанна 18 глава 37 стих. Пилат сказал ему, итак, ты царь? Иисус отвечал, ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины слушает глаза моего. Христос родился, чтобы свидетельствовать миру. Следующее. Христос родился для того, чтобы принести этому миру суд. И очень интересный суд. Смотрите, что написано. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 39 стих. И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидевшие видели, а видящие стали слепы. И еще одно свидетельство. Христос родился, чтобы призвать грешников к покаянию. Это следующий момент. Пойдите научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. И еще два пункта. Рождество это пришествие света в мир, чтобы верующие не оставались во тьме и для спасения мира. Евангелие Атеана 12 глава 46 и 47 стихи. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. И еще один пункт. Евангелие Атеана 10 глава 10 стих. Рождество для того, чтобы дать жизнь с избытком. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Братья и сестры, обратите внимание, как много пунктов, я не все перечислил, которые были намечены еще на небе до того, как Христос воплотился. Цели пришествия Христа и Христос, придя на землю, эти цели выполнил. Благослови нас, Господь, чтобы вот в это время, время Рождества, мы могли бы еще и еще рассуждать об этих вопросах и благодарить Бога за очень многое, что, в общем-то, Он дал нам в Рождестве Сына Его, нашего Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Помолимся.